МНКВЕ Пришла горстка людей, будем откровенны на этот паблик ток Два, пришло снова горстку людей послушать Хотя я безумно благодарен всем тем, кто пришел Разумеется, это очень и очень ценно, тем ценнее Но, конец второго паблик тока И на той же площадке начинает собираться больше людей Приходит один, пятый, пятнадцатый, двадцатый Вся аудитория внезапно оказывается забита Люди стоят и чего-то Просто уже все места заняты Стоячие места практически заняты Кто же следующий? А следующим выступал внук Хэмингуэя Зачем ты сказал, что внук? Ты бы сказал, что внук был Хэмингуэя И народ такой истекается на МКВЕ Ну, ты знаешь, у меня было ощущение, что Если бы был Хэмингуэй, вот столько же народу пришло Вот такое было невероятное количество людей Которые ценят Хэма Которые его любят Которые обожают его прозву И вот в тот момент я задумался Чем обусловлена такая популярность? По каким причинам так народ его любит? Ценит и обожает И сегодня, Дим, в рамках сегодняшнего выпуска диалоги Мы с тобой об этом и поговорим Всем здорова, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий И спустя год и два или три месяца Мы с Димой Лагутиным наконец-то возвращаемся на этот канал Моргнуть не успел Ну да, как бы считанные месяцы Год с небольшим Последний выпуск у нас был про Солярис Господина Лема И, Дим, я очень рад, что... Пана Лема Пана Лема И что хочется сказать перед тем, как мы перейдем к обсуждению Хэмингуэя? Во-первых, то, что я в сентябре уже этого... Нет, опять-таки, сентябрь прошлого года У меня был ролик, я говорил Все, ребята, никакой художки, ничего Но я понял, что мы с Димой и так постоянно художку обсуждаем Я понял, что мне мировая литература, да? Классическая и безумно интересна И поэтому... Нет-нет, но хотя бы раз в месяц Надеюсь, это у нас будет получаться Хотя бы раз в месяц Благодарите меня К слову, да Подписчики Михаила Халец Именно с Димой и подачи Удачи, но фикшен, нет Художки, друзья, чего-то классического и правильного Соответственно, будем стараться выходить почаще Это вот из важных вещей Также из важных вещей, Дим У тебя произошло несколько крупных событий В твоей литературной жизни, да? В твоей литературной деятельности Не подняешься в двух словах, что важного произошло? Окей, я думаю, что ты говоришь о том, что я стал Лауреатом премии «Русские рифмы, русское слово» В номинации «Сборник рассказов» Это раз Плюс к этому ты стал лауреатом в номинации «Проза» В конкурсе «Всемирный Пушкин» Правильно? Второй раз подряд Второй раз подряд Ну и плюс тот сборник рассказов, который я занял первое место «Этот вечер, это утро» Именно он у тебя вышел Вы, друзья, уже слышали о нем у меня на канале Я его читал в рамках марафона «Нижные коллекторы» И если вам интересен ход мысли Димы Если вам интересно, что же это человек, который вот сейчас озвучит свои мысли касательно Хэма А что же сам он написал Вы можете пройти по ссылочке в описании и заценить, так сказать, художественные наработки, художественные действия Димы Логусина Как я себе подстрелил соломки, обычно говорят «Слышь, ты критик, ты сам напиши сначала, а что ты тут говоришь?» Так А ты написал? А я написал Вот смотрите, сравнивайте, оценивайте И потом пишите в комментариях, что вы об этом думаете Ну а мы переходим к обсуждению непосредственно книжки И что мы скажем про Хэма Что мы скажем про этого культового литературного деятеля Америки первой половины 20 века И думаю, в максимальной степени он раскроется перед нами автор Во время предметного обсуждения различных пунктов Различных причин Я вот так скажу Различных причин, по которым с моей точки зрения Конкретно «Прощай, оружие» настолько популярно и «Хэм» настолько популярен Какие вещи мы будем с тобой обсуждать? Вот такие отправные, так скажем, рейдлерные точки Вот почему он популярен? Ну, потому что проза-то максимально мужицкая Потому что это будет много-много Потому что бревент Потому что стилистика особая Потому что перевод, об этом скажем отдельно Потому что он показал войну такой, какой она была И потому что, и это тоже очень важно Он исследовал границы мужского и женского Вот это такие, повторюсь, рейдлерные точки Фундаментальные пункты, по которым мы будем строить нашу сегодняшнюю беседу Но перед тем, как перейти к рассмотрению каждой из них Дим, давай пару слов про сюжет Чем тебе, ну, скажем так Нарисуй, пожалуйста, общими мазками Что у нас Первая мировая война Первая мировая война, итальянский фронт И на итальянский фронт Первой мировой войны Отправляется добровольцем Некий мистер Генри В этом переводе он так же звучит, да? Да, Федрикен Ну и, собственно, отправляется он на войну Не пойми зачем То есть, не знаю куда, не знаю зачем И в этом Окей, это мы будем дальше говорить Об актуальности этого романа Потому что это очень значительный штрих Это, когда люди шли на войну Ну, как бы, не знаю, что такое война Потому что с прошлой крупной такой, да Мировой, ну, считай, войны Прошло почти, даже прошло больше Стас лет И это сейчас мы знаем, что Вот после двух мировых войн 20 века Мы знаем, что война это ад Который вообще вот Лучше нисоваться И, как бы, вся какая-то такая военная романтика Она очень часто Деструктивна А тогда ведь этого не знали И, как бы, люди Вот это потерянное поколение Которое выдрали из их Привычной среды обитания И общество, которых выдрали Из привычного состояния За счет войны Война ведь это, ну, не только Военные действия Но это еще и экономические, политические потрясения И нарушение хода Привычного хода событий Вот, и эти люди, как бы, они шли в войну на ощупь Не зная, что они там найдут И думая, что, может быть, им удастся За счет того, что они уходят Решить какие-то свои внутренние конфликты Потому что мы помним, что у главного героя «Прощай оружие» Ну, не все было гладко дома, так скажем В отношениях с семьей Может быть, ну, как бы, и, конечно, не может быть А это сыграло свою значительную роль В том, что он все бросил и ушел на войну Этот молодой парень попадает на итальянский фронт Дослуживается до лейтенанта Которого, надо сказать, что мы с Мишей читали в разных переводах И, ну, в меру красивое слово лейтенант Русское, да, в том переводе, в котором я читал Звучало «Тененте» А, по-моему, это вообще-то Да, господин Тененте Да, господин Тененте Вот, ну и, собственно, этот самый лейтенант Его глазами мы видим войну Без прикрас, без преувеличений И наблюдаем за тем, как развивается Романтическая история История отношений этого лейтенанта И медсестры, которые за ним ухаживают В то время, когда он попал Ну, в госпиталь Кэтрин Баркли Кэтрин Баркли, да Ну, здесь еще интересно, что с ней он познакомился Еще находясь на передовой И она последовала за ним в этот самый госпиталь Действительно, ты очень верно все сказал По поводу, скажем так, отражения реалий войны То, что они неприглядны То, что они неприятны Мне очень понравилась твоя мысль про то, что Не было понимания у того поколения У них не было, как У них не было учебников истории И у них не было документальных фильмов И у них не было литературы, которая рассказала бы про ужасы войны А это было что-то таким отдаленным И к тому же, почему Первая мировая война? Потому что масштабы, которые не видели на планете Земля до этого никогда Соответственно, вот чем еще Ценнин Хэм Тем, что это человек, задокументировавший В художественном формате ужасы войны Реалий войны Но к этому мы еще вернемся Слушай, ну в принципе про сюжет Про самый конец мы с тобой говорить не будем Я бы очень хотел, чтобы как можно больше наших Уважаемых зрителей и слушателей Для тех, кто слушает это в аудиоформате Потратили свое время, энное количество часов Прочли целиком, прочли оружие Потому что важное произведение Не только с точки зрения И стилистики об этом тоже поговорим И войны тоже об этом поговорим Но просто с довольно интересным сюжетом Ну повествовательная она очень сильная Ну прям Хемингуэ Это первая книга Хемингуэ, с которой я ознакомился И я был очень впечатлен тем, как Папа выстраивает повествование Ну он прям очень крут У него прям характерные такие черты О которых мы, наверное, можем еще сегодня упомянуть И что характерно, он не пользуется клифхэнгерами вот этими Я помню Знал бы я, что такое клифхэнгер Ну, друзья Ну хорошо, что он ими не пользуется Наверное, не вредили бы его здоровью Ну, может быть Не злоупотреблять их клифхэнгерами Это тот пример того, когда мы берем И в самом конце ставим какой-то драматичный момент Отдельно взятой главы И ты, конечно же, думаешь А что же будет дальше? А что же будет следующее? Разумеется, перелистываешь страницу И движешься еще, 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 еще Ну, сейчас как раз поговорим с тобой в следующем блоке После небольшой паузы Начнем беседовать про то По каким причинам, да, с моей стороны Таких По каким причинам, формировавшимся в моей голове Господин Хемингуэй Господин Хемингуэй Дим, ну что ж, поехали Про различные аргументы, различные причины По которым в большей или меньшей степени Хэм так популярен, Хэма так любит И у меня, да, объяснение Почему его проза популярны? Потому что она мужицкая Я себе помещал во время прочтения Она главная и фундаментальная Другой пункт, конечно, двойна Мы с тобой знаем Джорана Питерсона Я его большой фанат Ты тоже, вот, наверное, начинаешь Такать первые шажки в сторону этого Канадского профессора в психологии делать И у него было, да, видеоролики По статистике, да, количество жертв На полях сражений Это мужчина 93-97% Вот это очень большие цифры И поэтому, как мне кажется, мы можем говорить Что военная проза, она по большей части Мужицкая, мужская проза Плюс к этому мы накладываем вот эти вот сцены Вот он пошел порыбачил Да, тоже стандартно мужское какое-то занятие Да, вот он пошел побоксировал Когда оказался в Милане или где-то еще Мне кажется, что сам по себе Хэмингуид Даже не только его книги Но и сам он стал в каком-то смысле таким брендом Да, вот эта самая популярная фотография Которая была на каждой стене Каждого уважающего себя литератора Мужчины в Советском Союзе Вот этот свитер под горло Крупные вязки, борода И он такой Он еще и выпить не дурак И как бы он стал И причем, простите, не безалкогольное пиво И не крафтовый какой-то пивасик И виски Хотя много И не смузи Но к этому мы еще вернемся Слон Тай, я с тобой согласен Именно образ его как автора Он влияет на образ его как человека Который очень мужественный Который и рыбалка, и охота, и вискарь И вот как ты и сказал, да? Ну, надо же понимать, что это мы с тобой Почему-то познакомились с Хемингуэем Уже, да? Будучи женатыми мужчинами За... 25 Я бы сказал, за 20 Но это смешно так звучит Ну да, за 25 Почти тридцатка И ты представь, что было бы Если бы ты его прочитал, например, лет в 16 или в 15 Да, это был бы просто гормональный взрыв Ты бы точно покатил куда-нибудь Я не знаю, охотиться Он ездил на сафари У нас не поездишь на сафари в Брянской области Но в тир, как минимум Вот Это обязательно были бы сигары Это был бы выпек Ну, то есть Это один из тех авторов Который закладывает модель Даже не только поведения Но и, скажем так Он влияет не только на твое становление как читателя Как человек, который воспринимает литературу Но и на твое становление просто как человека Очень яркий, очень харизматичный Такой человек, которому во многом хочется подражать Во многом не хочется Потому что Хотя в 16 лет, наверное, мы бы об этом не думали О тех пунктах, по которым хэму не хочется подражать Ну да Они бы были нивелированы А сегодня, да Мне очень нравится, с каким увлечением ты говоришь С каким пиететом ты относишься Даже немножко повышается громкость речи Потому что это же хэм Я тебя понимаю После того, как я познакомился с этими техниками наупи Меня подобные комплименты настораживают Вот так он говорит слишком тихо и медленно Надо срочно что-то сделать Слушай, ты так громко говоришь, продолжай в том же духе Вот, совершенно верно Слушай, ну по поводу еще вещей из текста Связанных с некой мужицкостью Мне очень понравилось с точки зрения построения персонажа Маскулименты, очень хорошее слово С точки зрения построения персонажа Когда ближе Я бы не сказал, что он часто раскрывается через свои действия Не так много сцен, где бы он это делал Но для меня очень яркими сценами были и в конце Когда это уже отступление итальянской армии И это ситуация с дизерстирством одного пары сержантов Как он бросил предупреждение Они продолжают уходить Он достал пистолет, они убегают Но он взял выстрелы, потому что вот они Законы военного времени, об этом опять поговорим Ну и плюс Это человек, который не позволил излишне проявлять увлеченность Я не знаю Как бы точнее сформулировать Ну скажем так, там была пара итальянских девочек Прямо дев, ну 15-16 лет Которым он нет Давайте-ка мы будем по-мужски себя вести Будем ответственны, будем сохранить честь Ну вот это еще такие мазки Которые добавляют им, может быть, к персоне Хэма Потому что, как мы знаем, это очень автобиографичное произведение И к ценности его прозы, к ценности его персонажей и героев Если они не, именно он, именно господин Генри Пускай не так часто он показывает себя как личность в рамках текста Но когда он это делает, это, что так, лайкабл Достойно Это достойно Это приятно Но сейчас мы закончим с вот этой мужецкостью И немножко, да, давай Я бы хотел вбросить очень важную информацию Которая, может быть, на самом деле будет Не очень благозвучна Но важна Дело в том, что Хемингуэй Он, я не все его тексты читал Но те, которые я читал, они реально все прям сочался Вот этой, как ты говоришь, мужицкостью И на самом-то деле Это ведь повод задуматься о том Насколько Насколько эта мускулинность была органичной самому Хемингуэю Потому что Ну, по крайней мере, я, конечно, доподлинно не знаю Но слышал такую точку зрения Что вот эта его излишняя бравада Она скрывает за собой огромное количество комплексов То есть вот этот человек Там пойду поймаю Там олива Разорву ему пасть Влью в нее виски То есть на самом деле Он в глубине души был человеком Я не хочу говорить закомплексованным Но страдающим, да От каких-то комплексов Именно эти комплексы Его заставляли проявлять Вот так вот гипертрофированно Свою вот эту мускулиность Для чего я это говорю В контексте обсуждения этой книги Для того, чтобы у наших зрителей Создавался более объемный образ писателя Во всяком случае, когда я узнал об этом Для меня это было серьезным дополнением К моему пониманию Хомингуэя Особенно учитывая то, как закончилась его жизнь То есть тут понимаешь Потому что это большой разрыв Между вот этим вот крутым Бродатым мужиком И тем, как он закончил Но вот такие какие-то детали Они позволяют нам сложить общий пазл Вот Слушай, ну здесь как раз слова его внука вспоминаются Которые как раз Вот, имеем КВЯ, сентябрь Вечернее выступление Множество народу стоит, слушает Мне, к слову, посчастливилось Моделировать эту беседу И он был со своей девушкой Она русская Может быть, даже она уже жена И она помогала нам Она переводила И он как раз сказал, что да У дедушки Для него дедушка Ну, для нас как папа У Хэма У него были проблемы эмоционального характера Нервного характера Это были ситуации с депрессией Если я правильно помню Ну и это, возможно Это такой дополнительный комментарий К этой картине Но плюс Финальная вещь, которую я совсем позабыл сказать Маленькая цитата Чтобы показать, что здесь не только Не только бравада Не только аспект Голой мускулинности Лишенной чувственности Да? Цитата Часто мужчина желает побыть один И женщина желает побыть одна И если они друг друга любят То это может стать причиной ревности Но у нас Скажу честно Говорит он про госпожу Баркли Такого не бывало Мы могли испытывать одиночество вдвоем Но только по отношению к остальному миру Нет, ну я и не думаю Что создалось впечатление у зрителей Что мы говорим о каком-то таком Этого терминатора Или кона не варваре Нет Наоборот, мне кажется Даже ты же видишь Главный герой Мужественный и сильный человек Может быть даже такой где-то сухой Спартанский, лаконичный Он ведь неорганично себя чувствует В контексте войны В контексте боевых действий Где как раз вот именно эти супер мускулинные герои И чувствую себя органично То есть он входит в конфликт с этим миром И его мужественность Его какая-то вот эта стойкость Она глубинная Она, ну не знаю Она там Запрятана в его позвоночнике То есть это не что-то такое Напускное снаружи А это какой-то стержень Который им движет Хорошо, вот мне нравится Метафора стержня То, что некий мускулинный стержень Он же убегает в итоге Ну он убегает с поля боя Ну в смысле он дезертир Он не начинает противостоять Он не сражается Он там не стреляет направо и налево Как бы мы могли Чего мы могли бы ожидать От мускулинных героев, да? Нет, он проявляет себя Как живой человек Но в этом живом человеке Спрятана вот эта какая-то стальная спица И мы смотрим за тем И мы смотрим, как человека С остальной спицей в позвоночнике Ломает война Потому что Ну я не знаю, как можно говорить Конечно, сегодня об этой книге Не упоминая концовку Не обсуждая концовку Ну, наверное, попробуем Попробуем это для наших уважаемых зрителей Вся задача Давай долго будем ждать перерыва Вся задача этой книги Одна из Показать, насколько неестественно Противоестественно и уродливо Война как явление Даже для сильного и крепкого мужчины Вот На этой мысли, которую мы предлагаем вам Немножко дополнительно пододумать Мы уходим на короткий перерыв А после этого поговорим про Чуть более приземленные вещи Поговорим про пробиант А также поговорим про стилистику И несколько фраз из перевода Которые мне особенно понравились Оставайтесь с нами И снова здравствуйте, друзья Друзья, мы продолжаем обсуждение Романа Эрнеста Хемингуэя Прощай оружие Ну и здесь мне очень тяжело Не сказать пару слов Про пробиант Потому что с моей точки зрения Обильное и активнейшее Использование еды Постоянно, да Сцены потребления пищи И потребления алкоголя Не знаю чего больше Наверное алкоголя все-таки побольше Это тоже какой-то маленький Я не знаю Свой аспект Это добавляет свой шарм текстом И это какая-то визитная карточка Может быть Хема В некоторой степени Ну прием как-то Тоже точно А, ну и визитная карточка, конечно Хотя ты Шмелева еще не читал Шмелева не читал Там тоже, да? Ох, там весь Московский купечский рынок Описывается Каждый там А описывается ли он вот так, да? По части еды Перенесли сэндвичи И я съел три штуки И выпил еще пару стаканов партины Ничего прохладнее и прозрачнее Мне пить не доводилось Я себя впервые почувствовал цивилизованным человеком А то все красное вино Хлеб Сыр Граппа И плохой кофе И кофе И сыр И опять И вот эти вот кругляшки И еще И еще И вот И вот И здесь Ты видишь в этом какой-то Какой-то инструмент Для рассказа про войну? Да Ну вот ты на самом деле Прекрасно сказал С самого начала Мы поговорим о чем-то Более приземленном И мне кажется Что такие подробности Гастрономические Чем бы Они не были мотивированы Да То есть я не говорю Что Хумингуэй Сознательно вкладывал Такой прием В повествование Может быть он просто Писал по наитию Но мне кажется Что Такие Такой Фокус На гастрономических Деталях Добавляет именно Приземленности То есть мы как будто Врастаем В эту войну Потому что Нам не показывают Что там Пуля, взрыв Кровь Кость Пуля, взрыв Кровь А мы видим Я сел, поел Сел, съел То есть он как бы Привносит элементы Мирной жизни Конечно их раздувая И увеличивая Потому что в мирной жизни Никто столько внимания Не уделяет еде В плане Описания Мы как бы Поели, пошли А здесь именно За счет того Что он Прям вот описывает Такими Мелкими мазками Все эти дела Мы Реалии Мирной жизни Привычные нам Сплетаются Вплетаются И врастают В реалии военные Это как бы Это та площадка На которую Зритель может выйти И почувствовать себя В привычной обстановке Ну да Такая Тартаринка Которая позволит Себя ощутить На территории Практически военных действий Потому что А вот здесь я могу Продассоциировать А вот здесь Грапа Я когда-то там Юпил О красное вино О вот здесь Такие-то бокалы И так далее Ну Слушай Про провиан Почти все Единственное Я держу в душе Такую надежду Или может даже Запланирую Когда-нибудь На будущее Далекое Небольшой ролик Может быть Даже не для своего Для чужого канала Сниму С кем-нибудь Когда открывается Прощай оружие На случайной странице И если там Есть упоминание Алкоголя То ты пьешь Ну да Так как и с ремарком Ну да Что интересно Кстати Что они же писали Об одной той же войне По разной Правда Стороны баррикад Ну и Сколько схожих Моментов Ну да Потому что Бэйт в чем-то сходился Ну и плюс Здесь я вспомню Мураками Которые я читал Очень мало Но у которых Насколько я знаю Тоже есть любовь К небольшим деталям Там поставил чайник Заварил Та-та-та-тен Тоже добавляет Какой-то атмосферности Уже касательно Его текст И его тексты Ну и плюс У Кинга Он иной раз Этим к сожалению Грешит В Оно В первых главах Одна из вещей Которая меня Очень сильно затормозила Вплоть до такого Фулл-стопа Когда я все Полностью перестал читать Там были Сверх детальные Описания того Чем занимается Героя В Бессоннице Которую я мучаю Бог знает сколько месяцев Там тоже главный герой Ральф Старичок Как он там Что-то себе готовит Что-то там заваривает Тоже местами Это было Чуть-чуть многовато На мой взгляд Ну и Это литературное Чревоугодие Может быть Может быть А сейчас мы поговорим С тобой про Стилистическое Потому что Это та вещь На которую я не мог Не обратить внимание Почему Хэм Хорош Почему он так популярен Мы поговорили с вами Мужицкое начало Поговорили с вами Про провиант Поговорили с вами Вот про эти две вещи А сейчас Стилистика Без излишеств Вырезана Очень и очень Мне на самом деле Очень интересно Посмотреть на оригиналы Потому что Во-первых Мы знаем Что концовок Было там 47 вариантов Мы знаем Что скоро выйдет Издание Надо кстати себе Поставить галочку Чтобы его в будущем Купить Но насколько черновики Черные Насколько много вещей Он Вот прям вот Убирал И какая часть текста 5% 10 Может быть 50 Исчезла По сравнению С изначальными Наработками Потому что По моим ощущениям Это Вот Не знаю Прям Хорошая редакторская В чем-то работа Я себя на этом поймал Плюс еще одно По поводу стилистики Мы с тобой Мы говорили Во время Во время одного из созвонов То что там может идти То что там может идти Страница Даже за страницей Диалогов Без Сказал он Сказала она Реплика 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 А потом У нас идет Страница За страницей Описания Большими Мощными Крупными Абзацами И с одной стороны Это чем-то привычная вещь Но по моим ощущениям Последние Художественные работы Которые я читал Они Ну скажем так Вот блок Вот блок Вот блок А там ПДИШ Диалоги 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 Она Ну Я не филолог И я не особенно Могу похвастаться Какой-то начитанностью Поэтому я не встречал Для меня стиль Хемингуэя Самой первой книги Он прям показался Уникальным Ну то есть я такой Вау Ну как Селинджер Не знаю Хотя наверняка Филологи скажут Вот тебе список по Селинджеру Вот тебе список Ну кто же вас будет слушать Вот Что я хочу сказать Мне кажется это важно Тоже такая вводная информация При том что Хемингуэй Создает Производит Производит впечатление Исключительно Ну Не побоюсь этого слова Приземленного Человека И автора Да И писателя Мы должны понимать Что Хемингуэй Очень загадочный автор Очень специфический Специфичный Или специфический Окей И у него Особое отношение К творчеству Оно Знаешь Оно Сакральное И оно Какое-то Ну я не знаю Даже какое слово Подобрать Для описания Его отношения К творчеству Как я Может быть Просто озвучу Его цитату Он говорил Что наши Наши секреты То есть секреты Писателей Из области алхимии И когда ты Сказал про То Вырезал ли он Какие-то части Тексты Своего произведения Я сразу Вспоминаю Праздник Который всегда С тобой Его же книга И В сопроводительных Материалах Книге И в черновых Материалах Приводилось Очень много Информации О том Какие интересные Методы Построения Произведения Были у Хемингуэя И один из этих Методов Такой Но кстати Надо иметь ввиду Что все-таки Прощай оружие Это первая книга А то О чем я говорю Это было позже То есть я не знаю Насколько эти методы Были развиты В раннем Хемингуэя Но Суть вот в чем Качество текста На выходе Он оценивал По качеству Тех частей текста Которые он убрал Ты говорил об этом Вот Потом Потом Например Он был убежден Извини Извини Еще разочек Давай Просто Это невероятно Важная мысль Которую Те из наших Зрителей Кто сами Скажем так Промышляют Творчеством Просто задуматься Над этим Я хочу это подчеркнуть Качество текста Оценивается Теми кусками Которые он убрал Или вы можете Для себя Качество текста Оценивается Теми кусками Которые вы убираете Да Потому что в итоге Если вы убираете Хорошее То остается Самое прекрасное Ну а еще Например Это тоже Спортно Можно убрать Что очень хорошее Как обычно Ты убрал Что-то читаешь Что-то убрал Такой Вау Это круто Давай иди обратно Вот это убираем Все Здесь что-то такое Алхимическое Ну да Литературная алхимия Например У него Его методика Он был убежден Что из готового текста Можно вырезать Ключевой эпизод Просто убрать Вообще Не то что Как-то завуалирует Просто вырезать Например Концовку И этот эпизод Все равно скажется Если ты писал Текст искренне Искренне Долго не было Диалоги Друзья Мы должны собираться Сделать Почаще Нет И вот это У меня вообще Вот это Меня поразило То есть Ты берешь Пишешь Например Роман Или рассказ Потом берешь Удаляешь Ключевую сцену В расчете На то Из расчета На то Что она Все равно Выстрелит Что она Проявит себя За текстом Что те Части текста Которые были И которые С ней соприкасались И которые Ее потеряли Они будут Настолько Расскалены Что читатель Вот это Кстати его Гениальная Формулировка Больше почувствует Чем поймет Ну хорошо И Ну Прощаем На самом деле История такая же По крайней мере Поле Какого-то Интуитивного Восприятия Мне кажется Там гораздо шире Чем поле Рационального Восприятия Ну вот Видишь Мне кажется Ты Когда мы С тобой Подытоживая Нашу передачу Будем Беседовать О том Какие же Аргументы Наиболее Веские Какие же Причины Наиболее Весомые Я думаю Это будет У тебя В топе Именно стилистика Комингуэя Именно Его Способы письма Его формулировки Его подход к тексту Но это мы узнаем В самом конце Вот Ну и Последняя часть Для этого блока Это конечно перевод Вероятно Мы действительно В разных читали Здесь перевод Таска Я себе Выписал Несколько Фраз Которые мне Просто понравились Я охот Как это Охотчик До Всяческих Формулировок Которые Почти что вышли из обихода Которые в большей степени Книжные Клетом Просто Ласкают Ласкают Слух Ну мне вот Очень Очень понравилось Зарядили дожди Дежурный за столом Обратился В слух Вам Обрыгла Война Я немного Поклевал Ужин За ужином Я Уговорил Бутылочку Кьянти Ты Дока И Лампа Зачидила Стекло Покрылось Черной копотью Вот эти вот Маленькие вещи Я понимаю Что для Какой-то части Наших Зрителей Это покажется Ну практически Банальщиной Но Мне кажется Что это еще Одна для меня Причина Пускай она Там будет Полбалла Или треть Балла Я не знаю Сколько Но это еще Одна причина Прочитать В этом ли переводе Возможно В другом переводе Тоже Хорошие Есть такие Находки Но Именно Глубина Нет Даже не столько глубина Ширина Ваших Вашего словарного запаса Она будет увеличиваться С прочтением Произведений В таком переводе Вот И для меня это Для меня это очень-очень важно Дима Будет этот блок заканчивать Переходим к следующему И мы обсудим Два Очень важных момента И потом будет итог Ну а пока Небольшая пара Друзья Ну что ж Еще Два финальных аргумента Казательно того Почему же Хемингуэй Он так известен Так популярен Так ценен И для меня Важным аргументом Он показал войну Каковой Она была Какой она была И здесь Какие у меня Моменты Что обсуждают солдаты Или как обсуждают солдаты Что в какой-то момент Кто-то там Из них Отказался Идти В атаку Сама сцена Когда Из-за Минометного По-моему Макароны Когда они ели Да Во всех деталях Показано То что не было Там Ложек Вилок Я про то Что пошли есть макароны И вот Взорвался снаряд Ну ранение Там Да Да И об этом моменте Тоже Что вот они Реалии Не просто Какие-то Пропагандистские Плакаты Которые Могли видеть Кто-то там Из граждан Не просто Статистика Сухая Не Несмакование Чернухи Несмакование Чернухи Да Безусловно Каких-то уж предателей Тех кто Втаптывает Своих В грязь Там тоже нет А просто Максимально Приближенная К реальному Бытию Армейскому Картина При этом Одного сегмента Одного сегмента Безусловно Со санитарами Конечно Конечно Но как раз таки Ты сидишь Ждешь Кто там Начнешь С наступлением Не начнется Окей Ты посидел Покурил сигарету Почитал Газеты Что-то Спустился Поел Сел в машину Санитарную Объехал Провидал Что-то Как Вернулся Назад Поспал Пообщался С медсестрой И вот эта Вот Чем-то Бытовуха Она Еще одним Является Или просто Это Мы возвращаемся К теме Тому Что за счет Демонстрации Каких-то Бытовых вещей Которые Человек Мог бы Встретить И встречать В своей жизни Мы можем Себя Проассоциировать С героем Который Находится На Ну Как это Рядом Практически На плацу Который Находится В населении Фронта И Это Очень сильно Помогает Отдельно Я конечно Восхитился Бенита Муссолини И Смотрел Недавно Документалку Про него BBC И там Рассказывали Про его путь Про то Как он И побывал Школьным учителем Про то Как после этого Стал журналистом Про то Как он До первой Мировой войны Был социалистом А потом В сторону Больше национализма И фашизма Соответственно Да Ушел И было Очень интересно Почитать Кусочки На Про то Что Кто-то Из героев Говорит Италия Вернет себе Былое величие Рима Заявил Майор Майор Соответственно И да Действительно Впоследствии Сотни И тысячи И многие тысячи Человек С такой ментальностью Величие Рима Вот Какими были Римские регионы Мы должны Восстановить Нашу империю Мы должны Забрать Африканские земли Ну и далее Все сермины Про Итальянскую Наследную линию Про то Что нужно Вместе Лежаться И так далее Еще один кусочек Да Спутники По отступлению Говорят Приезжайте Дескать К нам Туда-то Туда-то Мы там С друзьями Социалисты Что все У вас там Социалисты Ну да Все И как бы И ты смотришь Это и понимаешь Что Это Отпечаток Реальный Тех событий И если Вы интересуетесь Опять-таки Тематикой Бенитта Муссолини Не только Но еще И Италии Начало 20 века Это тоже Ну такой Любопытный Слепок Что там было Чего там не было И так далее И так далее И так далее Поэтому с точки зрения Потому что и Милана В произведении Довольно много Все это есть Соответственно По поводу Реальности войны Еще один комментарий Меня зацепил Момент с мостом Когда они Во время отступления В небольшой группе Нашли мост Но это не как сейчас Это не как Мы с тобой Бог знает В каком бородатом году Ходили в Красный профинтерн Это станция Да И там Чуть-чуть Попадать же мост И мы с тобой Туда дойдем Мы просто идем Смотрим Смотрим А там Такие же точно Другие чуть-чуть Пейзажи Вот она тоже река Вот и не здесь луга Но ты не можешь Спокойно пройти Потому что Созданные человеком Конструкции И просто Твое окружение Может тебя убить Все может тебя убить Здесь может быть мина Там может сидеть Вражеский Пулеметчик Или Какой-то там Снайпер И вот это Почему-то Эта сцена На меня Произвела Большое впечатление Дима Я бы хотел Важную ремарку Вставить Когда мы заговорили О том Что Хемингуэй Или когда мы говорим Что вообще Кто-то другой Показывает Войну Такой Какая она Есть Мы должны Держать в уме Что война Это не Комната Без окон Да С одной дверью И четырьмя стенами А это Целый ряд Плоскостей Которые Отличаются Друг от друга И Хемингуэй Вне всякого сомнения Показывает войну Такой Какая она Есть Но только В одно Из ее сегментов Вот То есть В войне Было и геройство И много геройства В войне Было И много Подлости Грязи Именно чернушной Да Ужасной Но в войне Был вот такой Вот такая середина Это то о чем Пишет Камингуэй Ну в каком-то смысле Я конечно все Утрирую Просто Мне кажется Важно Важно все Держать Чтобы мы Не цеплялись За кого-то Но автора Когда Говорим Вот он Показал войну Такой Какая она Есть Потому что Те кто Показывает Там подвиги Когда люди Спасают Себя других И просто Дни и ночи Под огнем И в бою Да Не так как Здесь Не так как Макароны Проехал Поговорил Я Ни в коем случае Их не осуждали Это я просто Описываю Вот И такое было И Это просто Еще один кусочек Мозаики Да Это даже информация Для тех людей Которые думают Знаете как в фильме Балабада Эх Сейчас бы встать Да на войну Вот А на какую войну Ты попадешь Вот в чем вопрос И что это Какая из комнат Войны Это будет Слушай Рим Ну давай Последний мой пункт Я себе пометил Тогда Почему Хэм Популярен Или Слэш Почему Хэм Велик Потому что О формулировке Его Внука Который выступал В сентябре Прошлого года На МКВЯ Он Потому что Хемингуэй Исследовал Границы Маскулинного И феминного И вот Тут для меня Я когда Эту фразу Услышал Во время его выступления Ну она Не сказать Чтобы сильно Срезонировала Но в некоторой степени Да Она еще сильнее Срезонировала Потому что Если Опять так Если я ничего не путаю Поправьте меня В комментах Если у меня уже Так как это Все спуталось в голове Но Если Хэм Это делал в литературе Где Мужское начало Где женское Как оно проявляется Как они себя ведут То его сын Который В какой-то момент Прошел операцию И несколько даже операций По смене пола Исследовал это Уже Физиологически Существует Брат Нет Скорее Это просто не Единожды Ты ложишься Под нож И как бы Вот с этой стороны Меня Может быть Даже этот аспект Удивил больше Такое сравнение Что Дедушка делал Литературно А Я понимаю Папа Чуть Более Физиологически И пошел Еще Еще дальше Но на этом Мы не будем Застрять внимание Мы застрим Внимание Именно на Вот это вот Маскулинность Это война Это Честь Сохранение Своей чести И то что ты не даешь Своим солдатам Поразвлечься С парой Итальянских Девчонок Хотя солдатам Тоже можно Говорить Разогреться Но при этом Препоследовать Это Твое исполнение Долгом Это Стержень Внутренний Металлический Это Вот что-то еще Где Вот эта вот Маскулинность Мне кажется Это хорошее Произведение Для изучения Вопроса Маскулинность И феминности Тоже Потому что Я хочу быть Хорошей женой Я хочу быть Опять и опять Снова и снова Мы с тобой Едины Это тест на феминизм Надо давать Женщине читать Прощай оружие Она будет читать Про Кэтрин Баркли И если она Будет взрываться Значит Надо какие-то Антифеминистические Таблетки Потому что Я когда читал Я неоднократно Себя ловил На мысли Что это Изображено Почти идеальное Поведение Женщины Меня Обзовут Каким-то Ретроградом Консерватором Но Это действительно По-моему Так Кэтрин Баркли Очень близка По своему поведению По своим Порывам К идеальной Женщине В том Виде В какой Я ее себе Представляю Ну да Мы поясним Тем, кто Не читал Что это Ее желание Быть С Хэмом Она готова Простите С Генри Она готова Его поддерживать А ты хочешь Она всегда Переспрашивает Ну что Поедем А ты хочешь Поехать То есть И снова Пойдем А ты хочешь Пойди А ты голоден Не надо Ее так Наверное Описывать Это Налехарно Это Налехарно Это Ну это Вот такие Вот То есть Здесь опять Это Хемингуи И вот За этими Точечками Прячется Ядро Надо воспринять Это ядро Чтобы можно было Судить о персонажа По точкам Я думаю Что она даже Какое-то Карикатурное Может произвести Впечатление Если смотреть Сухо Отвлеченным Просто Вот так Да Причем Даже прочитав Она может Смотреться Суге Если мы Не попытаемся Как это Увидеть То что За скобками То действительно Она может Восприняться Слушай Ну а Их же Очень часто Упрекают Именно этот роман В том Что герой Картонный Ну серьезно И вообще В принципе Вот тоже Важная Инфа Да и Кого я Сейчас Удивлю Тем Что Хемингуи Часто Ругают За то Что Он не умеет Писать Серьезно Нет Я сам Неоднократно Это слышал От людей Причем Людей К мнению Которых В плане Литературы Ну Можно Прислушиваться Потому что Это не Какие-то Там Кого Сейчас Мне надо Обидеть Кого Никакие То Которые Где-то Там Занимались Чем-то Там А Из Которые Вы бы Никогда Не стали Общаться А люди Которые Прошарены Которые Могут Читают И такие Блин Дах Не умеет Писать Посмотрите Что Это Он не умеет Строить Персонаж Они же Картонные Вот Ветер Дунет Они Улетят Он не умеет Строить Поискование То Возможно Возможно Да Как Я не помню Это что Это про Петербург Говорят Что город Не всех Принимает Селинджер Да Очень хорошо Про Селинджера Было сказано Что он сам Выбирает Своего читателя Он может Тебе понравиться Наверное Тебе не понравится Но Вопрос В том Выбрал он тебя Или нет Ну метафизически И здесь В каком-то смысле То же самое Потому что Хемингуэй Специфически Авторы Кому-то Он может крепко Не зайти Вне зависимости От степени Зачитанности Образованности И второе Вот это кстати Очень важно Если вы Почему-то Просмотрев уже Почти 40 минут Диалоги Поняли что вы Не читали Прощай оружие И зачем-то Продолжаете смотреть То вот вам Мой субъективный совет Который кстати Можете не принимать Прощай оружие Это одна из тех книг Возможно Знакомство с которой Нужно Начинать с аудиоверсии Я убежден Есть книги Которые следует читать В одиночестве Молча Вводя Глазами со строки На строку А есть книги Которые следует Слушать Можешь порекомендовать Да Конечно Возвучите Михаила Халецкого Но Которая пока еще Не записана Пока придется Довольствоваться Неким Сергеем Чунишвили В книг Кто такой Да из Брянс Какой-то Препод из БГУ Так и знал Я слушал эту книгу Год назад Возвучите От Сергея Чунишвили И Талантливо Сделанная Озвучка Талантливо Прочитанная В слух Произведение Но Утяжелила Литературный вес Этой книги Там Не знаю Раз Раз в пять Я честно Я даже сам не знаю Смог ли я Воспринять ее Так же Остро И так же ярко Просто глазами Эта книга Понимаете Тут мне кажется Мы уже обращаемся К каким-то Глубинным вопросам Того Насколько Женственен Ваш внутренний голос Потому что Если вы Вот такой Мечтательный Фемильный тип Нет Просто Мечтательный Мускулинный Юношек Которого Мускулинность Не проявляется Она еще Сидит Стехно Окей Нет Просто Есть люди Которые Их Внутренний Вот этот Акт Чтения Он такой Плавный Мягкий Это книга Которую Надо Чеканить Я вчера Очень мягко Почитал До трех ночи Мне кажется Что Михаил Человек Достаточно Такой жесткий И даже Может быть Какой-то Агрессивный Именно В своем Внимании Например Я где-то Поплавнее Я люблю Чехов Почитается То есть Что-то такое Вьющееся Поэтому Я не знаю Как бы я Свой Вьющийся Читатель Применил На такую книгу Но когда Я слушал Сергей Чуничвили Который Своим Шикарным Что это Баритон Бас Тенор С шикарным Мучаться Там Каким-то Волосом Это реально Вот Как выстрелы На фронтах Первой мировой Дима Мы с тобой будем Сейчас подводить К концу Небольшая пауза И мы подведем Итоги Обсудим Что же Все-таки Самая Висольная Если я ничего не сказал Про феменность Про изучение Я ничего не сказал Про изучение Хэмил Феменности Все нормально Все нормально Но Дима Мы должны Человек Подать Концой Это мы с тобой В следующих Челдах Эрнеста Позавал Границы Все это Еще Обсудим Что ж Дима У нас обязательно Еще будет С тобой Возможность Еще глубже И про феменность И про мускулиность В трудах Эрнеста Поговорить Выберем Что же это будет В будущем В будущем В будущем Ну а сейчас Давай Еще разочек По всем Пунктам Что с твоей точки зрения Вот номер один Главная причина По которой Хэм Это хэм Еще раз Мужицкость Частое упоминание Провианта Стилистика Литературная Ну в моем случае Перевод в своем случае Черешвили То что читал То что Хэм показал Войну Такой Какой она была И шесть Изучение Текста Феменности И маскулинности Их говорится Мне кажется Когда мы говорим О том Почему тот или иной Автор снискал популярность Мы должны делить Тему на Две Подтемы Первая Это почему Он выстрелил Почему он стал Популярным в то время В которое он писал И второе Почему он остался В веках И почему мы Спустя почти сто лет Его читаем И соответственно Ответы на эти вопросы Будут разные И топ лист Будет разным Почему он выстрелил Нет Почему он выстрелил Мне кажется Ну как бы Это голос эпохи Это голос Вот этого потерянного поколения Один из голосов И литература Это часть жизни И в тот момент Жизнь должна была Как я говорил Тарковский Я уже миллионы раз Цитирую Тарковского Но так как давно не было Диалогии Процитирую еще раз Когда он говорит О поэтах Он говорит Сказать по правде Мы уста Пространства И времени То есть Жизнь заговорила Устами Хэма Потому что В данный момент В данную историческую И политическую И экономическую И Антропологическую И духовную В данный момент Такая духовная ситуация Требовала Именно такого слова Люди Нашли В словах Хемингуэ Какой-то отклик Люди Нашли позже Возможно Позже Отклик Не только В тех словах Которые он написал Но и в нем Самом Именно поэтому Там Довлатов С таким пиететом О нем пишет Хотя Он упоминает Что Увлечение Хемингуэ В Советском Союзе Повальное увлечение Оно все-таки В какой-то момент Закончилось Когда люди Ну условно говоря Когда литература Подросла Советские Вот это Новая поросль Она подросла И когда уже было Время обращаться И к Кавке То есть Хемингуэ Воспринимался Уже чем-то наивным Но при этом Он занимал Свою важную нишу И он За руку Провел этих людей До какого-то Определенного Жизненного этапа В этом плане Хемингуэ Это явление Это феномен Это Он стал популярным Потому что Он сумел Затронуть Какие-то Глубинные вопросы Мучившие человечество Именно в то время Именно в 20 веке Даже не только Касающийся войны Почему он стал Вот почему Он до сих пор Популярен Это другой вопрос Во-первых Потому что Он действительно Классический автор Мы имеем право Полное право Его к ним причислять Говоря о том Что он говорит Пишет о вечных проблемах И о проблемах Которые касаются Любого человека Но Я например Не могу сказать Что провиант Это проблема Которая меня Очень сильно касается Нет Конечно я бы Наверное Как и все остальные Люди не смогут Прожить Без еды Иногда и без алкоголя Но Все-таки Он касается Каких-то более Глубинных струн И он Блестящий Блестящий Художник Вот Именно Глубинные струны Опять-таки Ты готова Сделать шаг назад И сказать Что в целом Глубинные струны Или же Мы с тобой Сойдемся Нет Конечно Одна из них Это будет струна Струна Самоидентификации Как мужчины Или самоидентификации Как женщины Если вы женщины И читаете Худжуи А других вопросов В других случаях Мы не касаемся Не рассматриваем Но все же Он трогает И что-то другое Хотя конечно Да Это вот Один из таких Аванпостов Творчества И это то Что может Привлечь к нему Но дальше Начинается Что-то совсем другое И Повторюсь Он блестящий Художник Он не всем нравится Не всем подходит Но он волшебник То есть Он Ну Это Это литература По которой Литературу Можно изучать И по которой Литературу Можно познавать Открывать Какие-то ее Сакральные глубины И касательно Построения диалогов И касательно Именно художника Да Целого выстраивания Ткани текста То есть Что такое Ткань текста Как она формируется И это не только Внешне Ну это Да Ну что ж Я скажу Что да Действительно Вот эти Две основные вещи Не Не стану трогать Тему того Почему он стал В тот момент В популярном Нужно Отдельно Тоже Посмотреть Контекст Эпохи То что Может быть Действительно Ответ Наконец-то Появился человек Рассказавший Про Первую мировую войну Так как нужно Но в нашем случае Если мы говорим Про его продолжающуюся популярность Полностью С тобой согласен Дружище Полностью У нас Вот этот вот Классицизм В том что Вечные темы В том что Постоянно популярные темы В том что Это идентификация Мужицкая И Маскулинная Да Ай-яй Маскулинная И феминная И при этом Это взаимодействие Двух частей Как Два человека Друг с другом Ну как мы с тобой знаем Все романы Да Есть такая точка зрения Все романы Либо про смерть Либо про любовь Ну вот В данном случае У нас и про смерть И про любовь Но согласенцы С точки зрения или нет Мы с тобой еще во время Одного из следующих Выпусков поговорим Друзья Мы подводим К концу Нашу сегодняшнюю передачу Большому спасибо Что посмотрели Спасибо что послушали В комментариях Пожалуйста Напишите Ваше мнение Почему же Эрнест Встал Как это Почему его зовут Папой Бот Просто с языка снял Почему его зовут Папой Какими путями Его литература Пробила себе Путь в Вечность Да 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 Слова За мной Заканчивают А я за тобой Заканчиваю предложение Друзья Которое я еще не начал Это ли Это ли Не подтверждение Того что нужно Еще больше диалоги Она будет обязательно Словом Пишите Про Хемингуэя Свои мысли Мы все прочитаем Все оценим Прокомментируем Ну и наверное Все На этом будем Подводить итог Друзья Не забывайте Получать знания Делиться ими И обязательно Потратьте время На Прощай оружие Эрнеста Хемингуэя На этом все Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok